Ну и вот прямо сейчас в Харькове Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. Он с нами на прямой связи. Вечер добрый, слышите нас? Да, слышу отлично. Спасибо большое, что присоединились. Скажите самый главный вопрос. Я вас отлично слышу. Ситуация в городе на сегодня. Вот сохраняется ли эта угроза терактов? Я могу сказать, что угроза террористических актов сохраняться будет ровно столько, сколько будет жив Путин Владимир Владимирович. И не только в Харькове, но и в других городах Украины. Например, вчера на окружной дороге Харькова двое людей, к сожалению, работников вооруженных сил Украины, пытались провести вокруг Харькова. Я покажу сейчас, камера покажет. 16 килограмм 800 грамм взрывчатки, 37 гранат, 2 гранатомета РГД-18, мину МОН-50, аналогичную той, которая использовалась, более тысячи патронов, автомат Калашникова, запалы гранатом и целый ряд других амуниций и вооружений. Когда их задержали, они показали свои военные билеты. Их спросили, почему вы это делаете? И они сказали, что они готовятся защищать Украину во время партизанской войны, которая обязательно наступит после того, когда сюда Россия ведет свои войска. Но им придется ответить по закону за нарушение режима обращения боеприпасов. И сейчас, следовательно, разбираются с настоящими мотивами этих граждан, которые потом изменили свое мнение и завели, что весь этот арсенал они собираются сдать и везли это все специально, чтобы сдать. Только почему-то они все это тщательно маскировали в своей машине, закладывали в подсидения, из которых вытащили, терял и так далее. Поэтому, конечно же, я не хочу обманывать наших телезрителей. Еще раз повторяю, угроза террористических актов сохраняется и будет. Но каждым таким террористическим актом, за который мы платим кровью, будут улучшаться условия работы наших сотрудников. Сегодня, например, когда проводился митинг на центральной площади, уже с вечера она была оцеплена, не было разрешено останавливать машины, а несколько машин, которые остались здесь несколько дней, были осмотрены собакой. Когда собака, почуявшая что-то неладное в одной из машин, завиляла хвостом, то эту машину приехали, обследовали взрывотехники, нашли хозяина. Оказалось, слава богу, у нее ничего нет, просто собака ошиблась. Да, это не просто бороться с терроризмом. И такие страны, как Израиль или Америка, к этому шли десятки лет. И мы тоже научимся. И негодяи, которые совершили теракт, они получат пожизненное заключение. И пусть и видят, которые намеряются это делать, то и ждет это самое. Я напомню, Антон Герасченко, советник министра внутренних дел, народный депутат, с нами на прямой связи из Харькова. Антон, скажите, ну вот мы посмотрели, наш корреспондент буквально перед тем, как он приехал на одну из застав, ребят нашли гранатомет, который пытались из зоны АТО вывезти просто под сиденьем. Как много неучтенного оружия оказалось в нашей стране за время этой войны? И начнут ли из него стрелять только теперь уже в мирных городах? Вы знаете, ну ключевое слово в вашем вопросе это неучтенное оружие. Именно потому, что оно неучтенное, поэтому оценить его масштабы точно нельзя. Я вам привел пример, то, что вчера изъяли в Харькове. 16,8 килограмма тротиловых шашек. Этого достаточно для организации 16 террористических актов серьезных и так далее. Я могу сказать следующее. Уважаемые граждане, которые меня сейчас видят, пожалуйста, когда вас останавливают на блокпостах, предъявляйте ваши документы, помогайте сотрудникам милиции, не хамите им. Они защищают спокойствие всей остальной страны. Показывайте, что у вас находится в багажниках и помогайте им таким образом. Не надо конфликтовать. Мы только вместе, объединив усилия правоохранительных органов и граждан, сможем победить эту страшную угрозу терроризма. Коллеги аппаратные, у меня есть еще время на вопросы к гостю? Антон, я хотел вернуться к главной теме, к теме взрывов в Харькове. Была официальная информация, в том числе об этом несколько дней назад говорил глава СБУ о том, что за этими преступлениями стоит Россия. Вы можете дать чуть больше информации? Какие данные, какие доказательства есть у вас? Какие доказательства и данные есть в МВД? Есть доказательства, подтверждающие факт того, что задержанные лица регулярно связывались с Российской Федерацией, выезжали для получения инструктажа в Белгород. Есть данные, которые подтверждают документальные по их телефонам, по их электронным почтам, их деятельности в сети интернет, потому что они контактировали с российскими спецслужбами. И фактически Россия, путинская Россия, стала террористическим государством, которое делает цели и задачи, как во времена Советского Союза, уничтожать граждан на территории других мирных стран. Скажите, а вот сами граждане, они помогают как-то бороться с терроризмом? Я просто много лет прожил в Америке, я знаю, что любая подозрительная сумма, любой подозрительный пакет, люди звонят. В Украине так ли сейчас? Вы знаете, я сегодня был на митинге Евромайдана в Харькове, который сегодня назвали «Защитим Харьков, поможем милиции». Уже сейчас люди покончательно поняли, что нужно прекратить вешать ярлыки на милицию, считать, что милиция, как во времена Януковича, делает плохо для народа. Сейчас люди уже начали понимать, видя, как погиб сотрудник милиции в Харькове, прикрыв своим телом митингующих, как погиб сотрудник милиции в Мариуполе, как сегодня сотрудники милиции, задерживая эту группу, везущую тротил, могли попасть под огонь. Слава Богу, что они навели вовремя на мушку на этих ребят, и там перестрелки не получилось. И поэтому сейчас общество начинает понимать, что нужно объединяться с государственными органами, с органами правопорядка. Я благодарен всем харьковчанам и всем жителям Украины, кто помогает милиции, кто помогает службе безопасности. Если вы видите какое-либо странное действие, какой-либо оставленный пакет или сумка, звоните, пожалуйста, на 102. И, кстати, сегодня на митинге харьковчане говорили, давайте сделаем в СБУ тоже короткий номер, например, там, 107 или 108, чтобы людям не надо было искать на сайтах какие-то телефоны горячих линий, это тоже сделают в автоматическом режиме. Это разумно, я сделаю такое официальное предложение главе СБУ. Спасибо большое, Антон Гераченко был с нами на связи, советник министра внутренних дел. Продолжение следует...